Речь пойдет о Европе. Кто же такая Европа? Кем она являлась? Это как бы легенда и кое-что из мифологии, но я думаю, стоит все-таки задуматься. У азиатского короля 3000 лет назад была прекрасная дочь, которую звали Европа. Греческий бог Зевс услышал о ее красоте и влюбился по уши в нее. В то время у Европы был сон, как король Зевс или бог король Зевс приказал ей покинуть ее родину и направиться с ним в его страну. И в это время Зевс достаточно долго размышлял над тем, как же он познакомился с Европой. И наконец у него появилась гениальная идея. Он превратился в быка и направился в путь в Азию. И таким образом на следующее утро Европа и бык познакомились. Зевс был самым прекрасным быком, которого когда-либо видел этот мир. И Европа восхитилась им, даже как бы очень восхитилась им. Она села на его спину и улыбчиво сказала, но об этом знают, наверное, только боги, куда ты меня хочешь направить, мой прекрасный бык. Зевс кинулся в бушущее море и по пути в свою страну рассказал он Европе, кем он на самом деле является. Когда же они все-таки достигли пути назначения, то Европа спросила, как же называется страна, в которой они находятся. И гордо Зевс ответил ей, но он уже принял образ человека, что это остров Крета и я являюсь королем этой страны. И часть земли, которая тебя приняла, пускай на все времена будет носить твое имя, а именно Европа. Вот такая легенда, друзья. Есть, конечно, всякие разные памятники этой Европе или изображения. Вот одно из них. Это фонтан, который называется «Похищение Европы», который стоит в Одессе. Примерно такой же памятник или скульптура, который называется «Похищение Европы» и уже на Крите. Еще одно такое изображение перед Европейским парламентом. Европа, сидящая на быке. Ну а также есть вот на немецкой банкноте о пяти марок 1948 года изображена сцена похищения Европы. Вот как бы такая легенда.